24 ямальца стали полуфиналистами всероссийского конкурса «Лидеры России». Теперь для того, чтобы пройти финал, участники должны придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Интерес к конкурсу молодых управленцев растет. Если год назад к полуфиналу был допущен 2691 участник, в этом число возросло на 603 человека. В Новом Уренгое появится Восточная магистраль. Ее протяженность составит более 6 километров. Строительство пройдет в два этапа. Об этом рассказали в городской администрации. Сначала появится дорога на участках от улицы Петуха, домик района Восточный и от улицы Промышленной до Петуха. Затем начнется строительство транспортной развязки на пересечении железнодорожной дороги Тюмень-Сургут-Новый Уренгой. В ЦИОМ провел опрос среди россиян и узнал, какие мировые события уходящего года они считают главными. В тройку лидеров вошли чемпионат мира по футболу, события в Сирии и открытие Керченского моста. Главным событием в стране россияне посчитали изменения в пенсионном законодательстве. Также в рейтинг попали повышения НДС и рост цен на бензин. Субтитры создавал DimaTorzok